Не волноваться и каждый день делать восточную гимнастику. Такой рецепт еще в 40-х годах Иван Корнаухов получил от врача, который выходил его после ранений и контузий в боях на Курско-Орловской дуге. Иван Алексеевич соблюдает его до сих пор. И в свои 94 фору даст любому молодому. Правда, война дает знать о себе болью в ногах. Да и снится часто. Особенно самый страшный момент. Бой в деревне Крюково под Москвой в декабре 41-го года. Одеты мы были по-летнему. Под 40 градусов мороз. Дивизия погибла за часа-полтора. Замерзла в основном. Вот меня что спасло? Я командир взвода, на центр Носильщиков был. У меня огромная сумка была и крест на ней огромный. Я вот потом все думал. Я думал, если я в снег лягу, то это уже смерть. Ну, а в общем-то, там и раненые не давали себе это. Он и так замерзает. А тут еще вот у него там ранения везде нужно разрезать и все на свете снимать. С Днем защитника Отечества ветерана поздравляет глава города Олег Фурсов. Иван Алексеевич с гордостью проводит экскурсию по своему жилищу. Особенно отмечает вид из окна. Квартиру ему удалось купить с помощью субсидий программы по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Из федерального бюджета ему выделили более миллиона рублей. Сейчас Иван Алексеевич живет один, но скучать и грустить ему не дают. Постоянно приходят гости, а по хозяйству помогают дочь и внучка. Марина Матвеевична, Сергей Баскин. События. Ну, квартиру там, наверное.